Прикольно, тут делают, оказывается, эти рубины. Смотрите, как. Роняет. Смотрите, какое производство. Здесь нога на ногу закинули, круто диском. Камень опиливает сразу, распиливает пополам. А, это кольцо пиляет. У каждого тут своя работа, видишь, что-то кольцо делает, что-то. Все кольца пиляя. Не знаю, может быть, это какой-то металл. Видишь, там уже камушек, я так понимаю. Тут уже рубины, видите. Видишь, там колечко получается такое. В эту штуку вставляется, это сережки, наверное, да? Как они делают. Да, это. Это он делает уже как эту, знаешь. Какая же это работа? Ну, ювелирная. Так и называется, что ювелирная работа. Вот тут он камень, видите, обжигает. Он там что-то приклеивает, короче, какие-то детали к нему. Потом будет крепить кольцо или куда-то. Вот эта штучка, она вставляется потом в кольцо или в сережку. Вот эти вот лапки. Они загинаются потом внутри там. Или просто вот эти штучки есть держатель камня. Вот внутрь вставляется камень, знаешь, как и закрывается сверху. Прикольная штука такая. Целая фабрика, вот целое тут производство. Такие верстаки есть большие. Есть маленькие, есть для разных. Видно для каждого механизма. Далее вот сюда проходите. Вот здесь вот можете увидеть, здесь полировка. Здесь, в принципе, уже готовые камешки. Потом вынимают из крапления. Вот здесь, видите, по правой стороне розовые рубины. Здесь вот уже более такой красный оттенок. Вот рубины, видите, на таких ручках, типа. Ух ты, это вот такие рубины. Это не обработанные. Вот здесь юниор работают с оправой. Здесь стоит на правой стороне для камней. И работают со всеми популярными известными вам драгоценными металлами. Это и золото, это и серебро, это и белое молотное. Это и корень. Возможно, в Таиланде можно встретить не только в этой Москве, и не только в этом центре можно встретить камни. Довольно-таки садные экземпляры, которые находятся в серебряной оправе. Вот, почему так? Потому что голода в Таиланде не добывают вообще. Серебра здесь в достатке. Поэтому, чтобы снизить стоимость изделия, его вставляют, ну, камень вставляют именно в серебряную оправу. Если камень в серебряной оправе, то в цену изделия входит либо только в стоимость камни, либо малая стоимость, вот в стоимость оправы. Его в достатке, опять же, мы узнаем. Ну, по-своему прочим, где-то вставка в России. Вот, где-то, вот, где-то, вот, где-то, вот, где-то, вот, где-то, вот, где-то, вот. Это такая работа, конечно. Вот это я. Это уже рубины у него, видите, готовы, это на этом, на палочках. Тут что-то. Павер, чтобы ты снял, это папа мне говорит, молчи, потому что экскурсовод. Ну, понятно, но не пил, а не пил, а не пил. Где что-то пилят, так пиливают. 20 бат, тут чайвы положили. Это готовые рубины. Да, вот это вот готовые рубины. Что, мне не использовать свое мастерство. Можем не использовать свое мастерство. Прошлое. Уйдем с рубинами отсюда. Меняется в очень ценных статуях, в очень ценных экземплярах изображения Будды. Да, да. Вот, у Будды есть 32 внешних признака, которые отличают его от обычного человека. Но из этих 32 признаков явных признаков, которые может видеть обычный человек, их не так много. Ну, к примеру, пальцы рук, они у него длинные. Есть изображение, где рука в развернутом виде, можно увидеть перед гонками его пальцев. То же самое с пальцами ног. Мочки ушей, как вы могли заметить, на статуях растянуты. Но, вот один из таких, два из таких признаков еще гласат, что глаза Будды, белок, как жемчуг, зрачок, как черный сапфир. С ценных экземпляров статуи, например, золотой Будда, которого мы уже сегодня несколько раз вспоминали, золотой Будда, у него белок, его зовут, а у нас зовут, жемчуг, а качок, а он будет садиться на ноги. Бетверт выключил. Бетверт выключил. Бетверт выключил. Помимо алмазов, в мире высоко ценится за свою красоту ревкость и стойность рубины и синие сапфиры. Их находят в разных частях земли, однако во всем мире признано, что самые красивые и качественные рубины и синие сапфиры вывозят в настоящую войну из Толланды, основного поставщика этих драгоценных камней на мировой релик. Нас поведут потом. Нежное и прекрасное тайское искусство в сочетании с красотой драгоценных камней создают одну из важнейших ценностей нашей цивилизации. На востоке страны, приблизительно в 300 километрах от Бангкока, находится Ченгагуин, тихий городок на побережье Сьямского залива. Здесь расположен самый большой в стране центр по добыче и переработке драгоценных камней. В давние времена их добывали открытым способом, копая ямы на глубину больше трех метров. Один старатель набирал в яме ведро глины и подавал его наверх своему товарищу. Тот промывал глину через сито и обнаруживал скрывавшиеся в ней драгоценные камни. В наши дни для добычи драгоценных камней используются специальные машины, с помощью которых производят военку глины, а затем строгие воды под высоким давлением отделяют глину от камней. После этого драгоценные камни пропускают через вибрационное решето, на котором отсеиваются остатки грунта. Сбор драгоценных камней из вибрационного решета производят ночью, направляя яркие лучи прожекторов на решето. Драгоценные камни отражают свет, и поэтому их легко отличить от других камней. После отбора определенного количества драгоценных камней, местные жители, занимающиеся этим промыслом, продают их на рынке, который открыт каждую пятницу, субботу и воскресенье. Ценность драгоценных камней будет зависеть от их размеров, категории, цвета и редкости. Огромным спросом пользуются таиландские, или иначе сиамские рубины, известные как наиболее красивые среди подобных камней. Драгоценные камни Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Диснеевский мультик Диснеевский мультик Диснеевский мультик Добро пожаловать в Таиланд, один из главных мировых центров добычи и обработки драгоценных камней и производства прекраснейших ювелирных изделий. Диснеевский мультик Джеймс Галли Интернешнл Международная ювелирная галерея Лучший дизайн и мастерство Диснеевский мультик Какие большие тапочки пришли А это сумки А это сумки А как же туда засовывать Это сумка тапочек На ночном рынке На ночном рынке Колонки Колонки Детские вещи Детские вещи Очень много всего так раскладывается прямо на ступеньках торгового центра или просто в рядах. Ну тут все подделки. То часы, то трусы Кельвин Клянь. То я рассказываю. Что подделки одни. И материал очень плохой. Дешевый. Детские вещи, понятно что Такую цену Трусы с девчонками женские Видим с Каляном на туп-тупе Всегда А мне не нравится такой На двоих сели и поехали Принц Палас Принц Палас Покажи им это видео Вот я сейчас буду вас жить Принц Палас Принц Палас Принц Палас Принц Палас Принц Палас Принц Палас Принц Принц Палас Принц Палас Принц Палас вот это гроши считать что-то город тараканы бегают по номеру капец президентский отель на зеркале он еще о мама дорогая надо уносить их надо листок они они завозят в уши ты шо но не 7-11 макдональдс 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 Вот этот рынок. У нас уже штука. Это масло? Да, мы же едем. Это ночный фруктовый рынок, мы уже знаем. Цук-цук. Ха-ха-ха-ха. Он не забрал, что он так и поискал. Нам надо обратно, чтобы он номер поедал. Обратно поднимемся, может здесь рядом. Может побудают. Мы будем первые. Мы продолжаем. Мы продолжаем. Продолжение следует. Мы продолжаем. Мы продолжаем. У меня есть левит. Мы можем нечислить. Макдональдс, открыт 24... 24... Макдональдс. Не закрыт, открыт. Гот. Гот. Гот, открыт. Макдональдс, открыт. Офен, офен. В жопе. Покатайся и туда снова и пешком. Если что, мы поедем на танцы, назад узнаем, когда они водят. Входим? На дороге. По ночному городу хлопок не мало. Такие здесь... Туристы. Уже доедем до этого. Понял? До этой башни скоро доедем. Вон она. Это вообще храни. Тук-тук. Тук-тук. Я не могу, где выйти из машины. Как же она. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Тук-тук. Тук-тук. Ещё красный, да дай ты не бежишь. Тук-тук. 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 Только машины. Петро надо поехать обязательно. Ого, красиво. Тут очень красивое Петро, надо в Петро заехать. Будем тепло покататься. Без Петро. Далеко не шоку Макдональдс. Далеко, да. Вот Макдональдс. Трабло. Это все шокусы. Я тебе говорю. Вот Макдональдс. Прийдем в поисках интернета. О, глянь, кокоси. Коко. 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 Приехали в китайский Макдональдс. Или в бангкокский. Макдональдс. Это 95 чизкейк. Клубничный. Вкусный? Да. Это клубничный чизкейк. Это вишня. Это клубничный чизкейк. Это клубничный чизкейк. Это клубничный чизкейк. А то что за мужик Макдональдс в коляске. А то столики просто. Медийум. 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 Медийум средний. Можно карточку. Давай карточку рассчитать. Попробую. О, руками. Ты что ж гроши раскидываешь. Варвар. А эти копейки что-то. Для новой сейчас как. Такие у меня десерты. Красивые салатики. Тут есть в Макдональдсе. Это апельсиновый. Оранж-преш. Эппель. Яблоко. Джерри. Это вишня черри. Очевидно. А это сколько? Это 50. Это что ты тогда дал 50. А кричал, что 500. С мужиком разбираться пошел. Подумали 500 на тук-тук. Дали 50. Он нам десятку сдачи. Не взяли наверное. Пошли разбираться с мужиком. Кажем дали вам 500. Кажем не 50. Коли бык стоит. Кажем давай сдачи. А вот потай это было. В общем и такие Макдональдс. У меня хоть не такие Макдональдс как у нас. Совсем другие цены. 175. Видите как необычно. А тут кухня открыта. Видите как работает на Макдональдс. Видите как работает на Макдональдс. Макдональдс. Субтитры сделал DimaTorzok.